Дорогие братья и сестры, сегодня Всевселенная воспевает радостное событие пришествия в мир Сына Божия, праздник Рождества Христова. Не всяка тварь веселится и радуется, яко Христос пришел в мир. Мы сегодня празднуем пришествие в мир Сына Божия, который по неизреченному человеку любви Божию, промыслом Божьим, единцы от Святой Тройцы, пришел в мир да спасется им мир. Это большое событие для всего христианского мира, которое говорит о том, что человек, Бог очеловечился, чтобы человек обожился. Мы имеем свидетельство о том, что Сам Господь пришел в оград Ифрием и родился от Пречистой Девы Марии. Евангелист Лука повествует так, что над полем Ифриемским появилась звезда, которая возвещала рождение Сына Божия. Пастухи, услыхав ангельские пения, были удивлены тому известию, которое сказал им ангел. Вот вам знак. Идите в Ифрием и увидим младенца, увидите, лежащего в яслих. Младенец, лежащий в яслих. Не в доме, а в яслих скотских. И это будет Мессия, Спаситель мира. В этом хоре ангелские, великое множество сил небесных, запелы слава Вишних Богу и на земле мир человеческих благоволений. Именно это событие празднует сейчас Святая Церковь. Пойдем и увидим, что сказал нам Господь, говорят по-скусски друг к другу. И они пришли в простоте своих сердец и были первыми, кто поклонился Богомладенцу Христу. После них пришли волфы, которые были уже богаче, которые принесли богатые дары. Но самое главное, что эти сердца были чисты. Они пришли, принесли Ладану, Иоанну Смирну. Но каждому человеку сегодня надо уметь что-то принести. Боговладенческим яслим сюда. Что принести? Как говорит один песнописец, небеса принесли ему звезду. Пустыня, ясли, а мы же матерь-деву, род человеческий. Мы приносим, что поможет. Как и говорится в одной колядке. О Иисусе Христе Божий мы приносим, кто что может, в дар Тоби. Присям же ему, наверное, чистое сердце, верющее, любящее, облагорожено молитвами и чаями утехи на спасение рода человечества. Очень многие провозвещали общество Сына Божьего за много тысяч лет. Так пророк Исаин говорит за 600 лет до Рождества Христова. Вот чрево примет и родит Сына, и нарекует имя Еммануил, и здесь сказаемо «С нами Бог». И вот это «С нами Бог» поется в Рождество Христово, как похвальная песнь в Рождество Христово. С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, якось с нами Бог. Мы сегодня празднуем этот праздник, как величественное данное нам событие, которое его одушевляет, которое хочет, чтобы мы были Божьими, чтобы мы оставили путь греха и направились по пути истины, по пути пришествия Сына Божьего в мир. И поэтому всегда будем благодарить Бога. Вечно славой будем Бога за такой день торжества. Разрешите всех вас поздравить с Днем Христово Рождества. С праздником, дорогие братья и сестры, Рождества Господа нашего Иисуса Христа. С Рождеством Христовым поздравляем вас, дорогие соотечественники. Христос рождается, и нет у нас повода унывать. Христос рождается, и радостью пронизаны и небеса, и земля. Наполним этой рождественской радостью и свои сердца. Войдем в Храм Божий. Здесь, в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, торжественную божественную литургию служит митрополит Николаевский и Очаковский Высокопреосвященнейший Петерим. Давайте, друзья, и мы присоединимся к этому рождественскому пиру веры. Запоминяйте Господь, воплотавши свея, всегда веди Христос, и уристос, и уристос. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» 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 Еще приходят три цари, почти сходу звезли, для Иисуса ставля широ, благоцового Твоей мира. Аминь. И мы також поспешим, Богу дали и принесим, Упоколье прибиваймо, Сыном Божьим и сеглобаймо. Аминь. Рождество Христово – это то время, когда в мир рождается Спаситель или Мессия, которого ожидали все народы. Но интересно то, что народы ожидали, что придет в мир Бог великий, славный, но здесь тайна Боговоплощения. Бог приходит скромный, смиренный, рождается не в палатах дорогих, а в скромной пещере, в вертепе, ложат его в ясли. И, конечно же, для христианина Рождество – это великая радость, потому что наш Бог показывает свое смирение. Даже в многих песнопениях мы слышим церковных, что «Придите и увидите великое смирение, великое смирение Бога». Поэтому для христианина это, конечно же, радостный день. Рождается мир Спаситель, исполняется обетование, что придет Мессия, который спасет всех людей от их грехов. Конечно же, слава Богу! Вот мы встречаем рождение Христа, которое привечно рождается от Отца, Бога. И эти светлые дни переполняются радостью сердца христианина. Слава Вышних Богу! Пели ангелы. И сегодня мы продолжаем эту ангельскую песню петь в эти святые дни святых. Слава Вышних Богу! На земле мир, челыцах благоволения. Где мы прославляем родившегося Бога, где мы благодарим родившегося Бога. И слава Богу, что это совершилось. Совершилось начало нашего спасения. Слава Богу! Рождество Христово. Оно изменило историю человечества. И сегодня весь православный люд празднует пришествие Меха Христа, Богомладенца. И, конечно же, всякая душа христианская радуется и переживает духовно это великое событие. И мы вместе со всеми и служим службу, и колядуем, проставляем своими песнопениями, колядками рожденного Богомладенца. И я желаю, чтобы всем желаю, чтобы Вифлеемская звезда, которая указала путь в Алхвам к пещере, где родился Богомладенец Христов, чтобы она всегда нам указывала путь ко спасению. С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры. ПЕСНЯ ПЕСНЯ С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда даже в жизни, в семье появляется новый человек, то семья радуется не один день, она всю жизнь радуется, а как мы знаем, что родился спаситель всего мира. И по церковной традиции, по любви людей к Творцу как раз установлено несколько дней по праздству, которые как раз прославить спасителя мира, возвеличить его великое таинство, таинство пришествия в мир, принятие плоти. Вот то смирение, та простота, что Творец смирился до той степени, что принял подобие творения, приняв плоть. Он показал пример смирения. И как раз радость для каждого верующего человека, это радость в том, что теперь каждый имеет надежду, надежду на спасение, надежду на то, что есть на кого уповать, есть на кого надеяться. И уже человек увидел, потому что до того времени только пророки говорили об этом, возвещали. А ныне спасение всего мира, явился мир спаситель. Поэтому с праздником всех, Господь рожденный воясли, благословит всех миром, любовью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok